здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно да у нас сегодня предновогодний вебинар поэтому я естественно празднично выгляжу по традиции каждый год и я думаю что мы будем также праздничном выглядеть и в следующие года потому что путь у нас очень долгий я имею ввиду skyway capital это направление куда мы финансируем на сегодняшний день сегодня будет с одной стороны праздничный вебинар с другой стороны очень серьезный потому что я хочу подготовить вас к той стратегии которую мы наметили с коллегами на следующий год и этот вебинар он будет еще более таким тестовым и показательным для вас потому что в нем я не буду упоминать название технологии куда мы инвестируем и также не буду использовать слайды которые демонстрируют различные подвижные составы все что касается визуализации дабы показать вам что не нужно как-то бояться новости которая была опубликована головной компанией и что она абсолютно закономерно на самом деле и я даже вам приведу многочисленные плюсы которые я вижу вот этой новости в первую очередь я хотел поговорить о ней меня зовут сходов алексей являясь членом правления общего правления skyway капитал и в будущем мы в следующем году уже будем называться с виси то есть свц по-русски будем называться по английски с виси сейчас рабочая расшифровка этой аббревиатуры skyway community sky world community извиняюсь и соответственно я могу сказать что это все неспроста происходит 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 сейчас большая игра в том числе и наша игра как инвестиционные площадки так как мы далее хотим поработать на этом поле долго и плодотворно и поэтому времена меняется условия неопределенности в какой-то мере условия информационного вакуума но рождаются новые стратегии рождаются новые бренды и то что мы говорили с владимиром масловым недавнем времени о ребрендинге это сейчас происходит и наступает уже до начала нового года поставьте плюсики кто читал и по кто ознакомился с новостью от головной компании которая называется обращение к инвесторам если кто-то вдруг не ознакомился то я рекомендую всем посмотреть потому что это вектор и стратегия развития как с виси так и вообще то что касается финансирования в транспортного поколения которые мы развиваем и это на самом деле было ожидаемо крайними точками я могу назвать потому что постоянно мониторится и социальные сети и не сложно сейчас мониторить есть различные сервисы о них кратко я говорил в своем выступлении об управлении репутации на private money форум и все это мгновенно отслеживается я помню в социальных сетях упоминался некий брестский активист и презентация его даже по сумме даже по стоимости и даже в сми я считаю что это абсолютно недопустимо и могу сказать что генеральный конструктор кстати имя нашего идеолога мы тоже произносим только на переговорах и не упоминаем на сегодняшний день ни картинок ни фотографий потому что сейчас будет соблюдаться в 2020 году очень серьезный режим тишины плане соблюдения авторских прав в плане защиты торговой марки головной компании технологии в которую мы инвестируем и генеральный конструктор очень долгое время терпел я могу сказать и это длилось непозводительно долго на самом деле потому что очень много было ситуации казусных очень много ситуаций даже из-за которых приходилось платить некие штрафные санкции из-за нерасторопности из-за неграмотности из-за недобропорядочности из-за желания получить быструю прибыль в виде каких-то агентских вознаграждений наших партнеров и поэтому новости была попубликована мы думали что это появится в следующем году уже но вот до начала года это было опубликовано потому что вы видите насколько быстро развивается арабские события насколько большой потенциал я также упомяну исходя из анализа тех новостей исходя из анализа вещания различных министров то есть высших представителей властей арабских эмиратов опять же не называя конкретных имен не называя конкретных действующих лиц и это первый плюс на самом деле ребрендинга то что не нужно запоминать вообще сейчас вот различные арабские имена фамилии должности потому что нам следует говорить об этом только в общих словах на самом деле это абсолютно нормально потому что вся информация будет происходить из официальных источников и в данном вебинаре я даже не буду освещать новости которые замечательно освещает михаил кириченко мы будем делать некий другой упор на логику и стратегию развития то как мы видим на сегодняшний день привлечение инвестиций в технологию транспорта над землей транспорта который навсегда изменит индустрию транспорта и сформирует потенциальную триллионную индустрию об этом говорят сегодня ведущие прогнозисты и создатели законодатели технологичных инноваций трендов и мы с этим абсолютно согласны поэтому многие сегодня инвестируют на самом деле я уже давно не говорю о самой технологии хотя вы прекрасно понимаете замечательно знаю и основы и технические аспекты я говорю о том будущем которое создаст наши технологии о том экономическом эффекте и о тех словах которые на самом деле брайан трейси в интервью евгению кудряшову брайан трейси кто не в курсе это автор многочисленных книг это ведущий эксперт по менеджменту и вообще консультанта ведущих многомиллиардных компаний это эксперт по созданию бизнес стратегии и также сейчас мотиватор спикер который выступает в том числе и на русскоговорящем пространстве потому что есть такие замечательные партнеры как академия брайана трейси такие замечательные ребята как private money форум и уже skyway capital сотрудничает с ними второй год евгений кудряшов директор по развитию skyway capital уже работает на самом деле третий год взаимодействует подобные люди привозятся также в россию мы имели счастье с ними взаимодействовать и получить ответы на вопросы немногочисленные конечно вопросы но интервью очень показательно я хотел бы разобрать его вообще на самом деле по кусочкам потому что брайан трейси дал ту основу мотивации почему необходимо инвестировать в ту технологию которую на сегодняшний день мы сегодня с вами развиваем первый вопрос у евгения был вообще насколько актуален транспорт нового поколения в городах которых прибывает либо живет в каком городе сам брайан трейси он живет в калифорнии в сан-диего и и насколько это вообще востребовано брайан трейси сказал что в бизнесе в логистике и в транспорте от себя добавлю очень важны три вещи три аспекта это быстрота это экономичность и это экологичность когда это все будет также совмещая в себе простоту максимальную реализовано в одной технологии и в нашем случае это транспортная инфраструктура и она будет удовлетворять всем этим трем требованиям то для нее найдется место в любом крупном городе любой страны и фактически каждую неделю он сказал выходят различные статьи в сми об каких-то проблемах казусах как в виде пробок так вообще загруженности транспортных потоков и аварий и эту проблему на сегодняшний день необходимо решать на сегодняшний день не существует таких решений которые позволили бы оставить автомобиль примеру на въезде в город пересесть другой транспорт в нашем случае это транспорт над землей и пронестись со скоростью до 150 километров в час если это такие отдаленно расположенные станции если это не отдаленно расположенные станции то с еще меньшей скоростью потому что 150 километров в час в этом случае даже и не нужно перенестись и в центр города в деловые в деловые округа либо рабочие кварталы для совершения наших ежедневных действий будь то это работа будь то это развлечение таких решений на сегодняшний день нет и люди готовы на самом деле отдать многое дабы воспользоваться подобными технологиями которые позволят настолько изменить качество их жизни никто не говорит в этом случае об отказе от автомобиля отличного транспорта в данном случае транспорт над землей транспорт второго уровня становится приятным дополнением и тем недостающим звеном которые делают нашу жизнь максимально эффективную когда жители пригородных районов и даже городов спутников смогут с легкостью не вставая заранее перемещаться в центры городов для того чтобы поработать для того чтобы приехать в кафе пообщаться потому что я неоднократно говорил что максимальная ценность того что мы с вами сейчас создаем по помимо спасения планеты помимо спасения экологии и помимо повышения каждого человека живущего на сегодняшний день на планете земля его качество жизни это то что реальное общение снова станет максимально ценным мы не будем сидеть в смартфонах в кафе потому что мы наиграемся этим наших подвижных составах и в сети транснет когда мы будем выходить разлагиниваться как выходить сегодня из аккаунта социальной сети мы все равно остаемся все равно взаимодействуем в аккаунте социальной сети потому что наших телефонах это установлено но основную работу основные развлечения мы будем осуществлять в в виртуальном мире именно в сети транснет который кстати нулевой километр был заложен в арабских эмиратах в самом недавнем времени к этому мы чуть попозже подойдем и задам я вам вопрос задавайте вопрос тем людям которых вы потенциально видите в виде инвесторов либо вы просто даете информацию вернемся к истокам вернемся к простоте как брайан трейси говорит сила в простоте и он искусно преподносит нам очень сложные вещи в виде простых фраз простых цитат и простых ситуаций сколько вы готовы заплатить для того чтобы не вставать рано утром если вы житель города спутников на моем случае например это копейск человек перемещается поработать либо отдохнуть в челябинск если его не устраивает инфраструктура и нет каких-то объектов инфраструктуры в копейске сколько в долларах вы готовы заплатить для того чтобы это делать каждый день и вот это на самом деле отражает и инвестиционную привлекательность и то сколько инвесторы строительство подобных проектов готовы заплатить это миллиарды долларов потому что огромное количество людей каждый день будут готовы платить за эту услугу в начале это будет оплата за проезд но как я и говорил ранее это аналогия моя закону мура то что в законе муре мура сокращается стоимость продукции но повышается количество транзисторов на микросхеме чипа и сам размер чипа он уменьшается и сравните примеру шкафы которые были в виде современных компьютеров 10 лет и сейчас ультрабуки то что говорить про ультрабуки если можно посмотреть на смартфон то есть это экспоненциальный рост и это тот прогресс который сегодня не остановить стоимость проезда и стоимость транспортировки груза будет вначале стоить каких-то денег но потом по моему мнению она будет стремиться к минимальной стоимости и даже к нулю и поэтому основное заработок и основная капитализация если говорить про пассажирские перевозки будет за счет того обилия услуг которые люди и сервисов которые люди будут получать внутри сети транснет то что на сегодняшний день они получают из сети интернет они будут получать из сети транснет ну конечно брайан трейси не в курсе а сети транснет я думаю что он много интересного рассказал бы потенциально в виде своих каких-то предположений и прогнозов евгений также затронул очень интересную тему по поводу того что кто-то опасается в том числе по нашим текущим стратегическим партнерам исходя из истории ранее генерального конструктора основателя технологии которую мы финансируем прорывного транспорта это возможность каких-то захватов технологии возможность недоброжелательных действий на что брайан трейси ответил что технологии можно в первую очередь как владеть нашем случае это так потому что интеллектуальная собственность вы понимаете оценена упакована в виде компании gti и оттуда переуступаются доли в обмен на займ который на сегодняшний день инвесторы дают компании так как верят в этот рынок и верят в развитие технологии транспорта над землей и далее это контроль технологии с помощью патентов с помощью различных соглашений а вы помните что у основателя компании не головной компании на той технологии которую мы финансируем второе образование высшее это патентоведение поэтому сейчас продолжается получаться различные патенты в различных странах и никто на сегодняшний день контроль технологии не отдает никаким стратегическим партнерам это было неоднократно обсуждаемо потому что это основные риски и на самом деле такие риски видит и брайан трейси у него был опыт негативные взаимодействия кстати с русскими потенциальными партнерами которые попытались его обмануть поэтому после этого он начал просто обкладываться различными различными соглашениями различными контрактами которые его защищали и во всем мире интеллектуальная собственность она очень серьезно защищается поэтому если на ранних стадиях на этапе формирования компании все было сделано правильным образом то все будет хорошо никто ничего не сможет забрать в любом случае при любом раскладе нашем случае как декларирует и говорит головная компания в этом плане все сделано достойным образом в мировой юрисдикции и сейчас вообще выделена земля на условиях аренды либо каких-либо других условиях но стоимость ее более 750 миллионов долларов то есть на сегодняшний день у компании нет таких финансовых результатов чтобы выкупить эту землю и вы видите насколько идет диверсификация рисков в том числе запуск первого коммерческого потенциального проекта в республике беларусь смотри легкий подвижной состав который предназначен для рыбалки для каких-то таких вот активностей но и также для перевозки грузов для перевозки пассажиров даже в грязных сапогах то есть это такая вот аналогия может быть покажется смешной но извините существует рынок автомобилей как жигули так и бмв мерседес а стон мартин ferrari и lamborghini и также будет развиваться в транспорте над землей поставьте кстати от 1 до 10 как воспринимается информация когда я не даю какие-то визуальные сопровождения то есть будьте честными мы с вами будем учиться жить в этих реалиях и соблюдать тишину если от 1 до 5 это все так скажем на уровне удовлетворительно до даже до 4 если от 5 до 10 то все хорошо вот кто-то ставит 8 кто-то 5 но на самом деле зависит как мы объясняем и на прошлом курсе риторики которые вистурс замечательно провел одно из заданий было описать наш подвижной состав без какой-то торговой марки простыми простыми словами как мы донесли бы эту информацию до нашего инвестора и это задание выполнили фактически все участники тренинга я думаю что подобные алгоритмы будут даны и в будущем всем инвесторам в моем случае я могу описать что это некий футуристичный транспорт беспилотный автономный очень красивый очень обтекаемый который проносится над землей над нашей головой абсолютно бесшумный комфортный и самое главное современный садясь в него я получаю все обилие услуг которые сейчас имею в интернет и транспорт перемещается по специальным рельсам которые закреплены на концах опор которые совмещены со станциями понятно выразился я думаю что какая-то картинка образ какой-то предстал в голове и человек задаст вопрос а что это такое конечно же в каких-то приватных беседах мы можем показывать календари брошюры мы можем делать продолжать репосты в социальных сетях но без комментариев и это вторая положительная новость нам не нужно думать а как же сопроводить на сегодняшний день новость головной компании и мы не сможем никак навредить потому что комментарии на сегодняшний день запрещены и давайте учиться у наших стратегических партнеров которые на одном из саммитов строительных одни один из ведущих топ-менеджеров университета на территории которого строится научный мировой инновационный центр нашей технологии которую мы финансируем он сказал что более двух с половиной лет мы соблюдали режим тишины и мы потихоньку без лишнего шума разрабатывали совместно эту технологию ну и вы знаете сколько договоренности и сколько переговоров сколько поездок на наши тестовые участки в мариной горке было осуществлено многочисленное количество и никто об этом не кричал никто об этом не выдавал заранее в средствах массовой информации потому что мы научный горки в горьким опытом в индии в индонезии то что произошло и к индонезии я тоже сегодня вернусь своих высказываниях и нужно учиться и на своих ошибках и на опыте которые уже можно перенимать и от стратегических партнеров так как оба обе стороны стороны заинтересованы во взаимно выгодные и поддержки и будущей прибыли то один другому плохого не посоветует поэтому почему бы не прислушиваться но поступать со своей стороны стратегии и со своих векторов развития этого у генерального конструктора и у создателя технологии которую мы с вами финансируем кто 4 кто 3 года я уже более пяти с половиной лет финансирует и развивает этого не отнять у гениального ученого инженера нашего времени и далее я могу сказать что брайан трейси отметил что вообще ваша технология обречена просто на успех если она имеет три составляющих то есть это экономичность простота экономичность равно дешевизна и в первую очередь скорость скорость равно мобильность мобильность равно мобильность перемещения я допустим очень сильно не люблю перемещаться во время часа пик либо время времени пробок в челябинске это также бывает в своем городе и я выбирая специально уже заведомо загадываемые места парковки пускай это будет платная парковка но где я встану где не будет знаков что это места для инвалидов и мне не будет проблем никаких с эвакуатором но это если честно напрягает мобильность несовершенна и сейчас исходя из степеней мобильности от 1 до 10 мы находимся в городах ну примерно на четвертой степени мобильности технология которую мы финансируем позволит вывести эту мобильность сначала на седьмой уровень на шестой уровень если говорить про классификацию уже с использованием искусственного интеллекта а искусственный интеллект уже позволяет определять даже оставленные вещи в салоне если мы раньше видели что примеру поведение какое-то неадекватное внутри подвижного состава либо на станции все это распознает виртуальная интеллектуальная киберсистема на которая самообучаемая и которая контролирует ситуацию и дает оповещение уже человеку диспетчеру если таковой есть и предпринимается уже на превентивные меры вызывается наряд органов на и злоумышленник будет пойман никаких угроз на подобных действий не будет и последствий которые мы видим на самом деле к сожалению в современной действительности в виде реализованных злоумышленных действий либо каких-то шантажей или манипуляций в различных действиях и на самом деле это навсегда уйдет в небытие когда появится та технология которую мы развиваем евгений также спросил очень важный вопрос который я также опосредованно задал брайану трейси когда он подписывал книгу для меня на мой вопрос был что вы можете посоветовать вообще на самом деле людям до 18 лет я спросил те кто поколение тик ток инстаграм и кстати на минуточку поколение тик ток это тоже будущие потребители поэтому сейчас в том числе будущем в будущем году мы будем позиционироваться на всех социальных сетях абсолютно и в том числе на тик ток и и там сейчас произошли переговоры с компанией разрабатывающей искусственный интеллект и блокчейн направление я не исключаю что на самом деле тик ток будет выпускать свой какой-то актив либо разрабатывать внутреннюю экономику потому что количество пользователей уже превысило представьте насколько обильным будет количество пользователей которые будут пользоваться всеми этими сервисами но внутри транснет все равно им нужно будет зайти в какой-то свой аккаунт транснет и только после этого они внутри сети транснет смогут попасть в те привык привычные приложения в которые они сегодня попадают пользоваться современным смартфоном станет просто неудобно и смартфон будет лежать в специальном кармашке как сегодня в самолетах в принципе нам нет надобности скачивать фильмы и раньше помню закачивал фильмы переписывал музыку в долгие перелеты сейчас есть специальные приложения от различных авиаперевозчиков которые включают набор фильмов музыки то есть мне не нужно использовать свой внешний гаджет я пользуюсь виртуальной сетью самолета и пользуюсь тем сервисом который авиакомпания предоставляет данном случае я скачиваю приложение какой-либо авиакомпании чтобы послушать музыку либо посмотреть фильмы вот тоже то время когда мы переписывали на наше устройство ноутбуки смартфоны фильмы музыку она также уходит в прошлое и никогда больше не вернется потому что это ускоряет это облегчает вам не нужно будет брать на сегодняшний день уже в самолет ноутбук у кого-то он тяжелый не все обладают ультрабуками а вообще налегке можно будет зайти в подвижной состав транспорта над землей и евгений задал такой вопрос а что посоветуете тем людям которые в возрасте от 20 до 25 лет на сегодняшний день присматриваются к технологии транспорта над землей но думают нужно им это или нет брайан трейси ответил на самом деле людям в любого типа жизни и любой профессии любого возраста важно одно и то же и это на самом деле очень близко каждому из нас с вами это простота в жизни это максимальная мобильность это максимальная современность технологии в данном случае я буквально 10 минут назад говорил про различные услуги и все что только появится внутри наших подвижных составов это невозможно представить на сегодняшний день вообще это экономичность это скорость и не все задумываются даже об экологичности об экологичности задумываются люди которым за 40 которым за 50 либо осознанная молодежь но все понимают что им необходимо повышать преимущество нахождение внутри транспортной системы да внутри метро сейчас есть вай-фай но мы слышим шум что касается наших подвижных составов это будет абсолютно бесшумная система по сравнению с текущими современными видами транспорта и далее мы сможем перемещаться из одной точки города в другую точку города абсолютно без препятствий я был очень серьезно удивлен когда я общался с джеффри который любезно выступил моим гидом на один день и оператором обязательно выйдет выпуск видеоблога который охватит и конференцию частично и мой взгляд на жизнь джакарты и и я был удивлен что джеффри даже на новой ветке метро современной ветки не был потому что ему не удобно добираться на сегодняшний день до метро на машине там ее как-то бросать платить за парковку неизвестно будет парковка либо не будет парковка либо покупайте в этом случае мотобайк что неудобно так как может пойти дождь у него есть машина поэтому он даже не пользуется этой веткой метро и он понимает насколько не современная сейчас эта технология поэтому как и все молодые люди он выберет максимальный комфорт на максимальную эффективность максимальную безопасность это сродни всем возрастам абсолютно поэтому наша технология и продукты инвестиции предназначен абсолютно для любых типов возраста рода занятий профессии увлечений это отметил в своем комментарии брайан трейси я рекомендую всем ознакомиться с этим замечательным интервью и я думаю что в будущем появится выступление также и мое по управлению репутацией это очень важная тема о которой мы будем говорить и уже в 2020 году и соответственно то что мы сейчас видим это лишь айсберг тех проблем и тех недопониманий головной компании которые вызывают рьяные инвесторы которые хотят развивать свои партнерские программы и получать большую прибыль мы не будем здесь спорить кто раньше затеял эти действия какой из партнерских фондов привлекающих инвестиции в технологию ранее начал совершать неадекватные действия затронуло это всех и еще один плюс в той грядущей глобальной системе обучения которую мы будем запускать в 2020 уже не нужно будет как-то касаться и знаете побуждать тренера также погружаться в бренд технологии которую мы развиваем это значительно облегчает взаимодействие и уже на 2020 намеченные взаимодействия и тренинги с ведущими тренерами как русско-говорящего пространства так и англо-говорящего пространства так какая разница лишнего показывать и говорить нельзя тролли сразу же выльют уши грязи это уже проходили да именно абсолютно правильно николай мы это уже проходили мы очень много прошли и мы дошли до очень серьезного этапа поэтому на сегодняшний день нужно просто вспомнить те временные трудности те временные неудобства которые мы ранее ощущали и пожить в этих условиях нам не привыкать главное чтобы все строилось в арабских эмиратах и главное чтобы тот рынок о котором я буду говорить чуть позже мы мы вошли в часть хотя бы этого рынка то что планируется на территории арабских эмиратах и вообще ближнего востока потому что сумму в 10 миллиардов долларов о получении потенциальных платежей по проектам которые будут скоро совершены анатолий эдуардович абсолютно не зря упомянул на экофесте в своей пленарной сессии в дискуссии с трибуны экофеста это тот фестиваль который проходит у нас каждый год я не в курсе можно упоминать нельзя упоминать экофеста ну об экофесте вроде бы ничего не было сказано пока что я только в начале по фрейду упомянул технологию и то вот то что упоминаю в части skyway capital потому что это название на сегодняшний день нашего фонда нашей инвестиционной платформы это не считается тем самым я на своем примере опять же повторюсь вам показываю что ничего страшного абсолютно не происходит и с брайаном трэйси евгений пожали руки и я думаю что брайан трэйси по крайней мере в голове у него отложилась эта технология возможно когда-то он вспомнит мы не будем приукрашивать он не инвестировал это было чисто пиар-ход но вы понимаете что брайан трэйси не всем дает интервью и у него очень мощная команда по due diligence и по анализу компании и наши партнеры не просто так нас связали это был такой продолжительный процесс переговоров и он увенчался успехом 2020 мы будем получать отзывы и взаимодействовать и брать интервью у новых лидеров и спикеров и мотиваторов и менторов нашего времени их будет достаточно немало если говорить даже про ту систему обучения которую мы будем запускать для чего мы это делаем для чего стратегия skyway capital в том числе будет видо изменена на то что возможно хорошо забыто старое в каком-то из фондов но мы это делаем одной из основных стратегий на 2020 год на это обучение это получение максимально лучших компетенций и возможность быстро маневрировать в достаточно быстро изменяющимся на сегодняшний день мире почему потому что когда появится технология которую мы с вами развиваем мир изменится еще быстрее изменения будут происходить в услугах сервисах приложениях с космической скоростью но многие не будут успевать следите и данные информации будет быстро устаревать поэтому уже сегодня нам нужно готовить фундамент под будущую международную образовательную платформу и в 2020 году мы уже становимся не просто инвестиционной международной платформой но инвестиционной образовательной международной платформой которая представлена более чем двух двух сотнях стран мира это огромный показатель и огромная сила на самом деле то что у нас есть в этих странах лидеры а вы понимаете что из искры возгорается пламя поэтому методом сарафанного радио это быстрая информация будет передаваться и даже мероприятие у нас позиционирование изменится это будет уже логика бизнес-форумов то есть первый день будет бизнес-форум и это не просто бизнес-форум который организовывается например чисто между собой бойчиком skyway capital нет это будут приглашенные спикеры и skyway capital будет там в числе тех же спикеров которые будут приглашены это будет бизнес-форум для предпринимателей и это не просто название это не просто юридическая схема это действительно часть стратегии на второй день да уже методом отсева можно сделать чисто конференцию по технологии которую мы финансируем и многие на самом деле будут прислушиваться потому что новая экономическая рецессия не так далеко эту презентацию делал для индонезов поэтому она на английском языке но вкратце я упомяну буквально три момента которые уже показали в 2020 году что смутные темные времена в экономическом развитии всех стран в экономическом будущем шторме который нас ожидает они не так далеки возможно покажется странным что многие эксперты это говорили в 2018 2019 году но на самом деле невозможно это предсказать но то что это будет это уже определено потому что уровень безработицы в сша и во многих странах мира сейчас упал до 50 летних минимумов и вообще по доу джонсу по nasdaq и индексу s&p 500 за рынком ipo за рынком акций ввиду аналитики прогноза и анализа я очень плотно наблюдаю точнее наблюдая не я консультанты которые дают мне информацию я уже анализирую но действительно были падения и действительно сегодня на сегодняшний день многие хедж фонды потерпели потери инвестиций своих долгосрочных инвесторов и поэтому многие на сегодняшний день уже будут выбирать и выбирают не долгосрочные инвестиции либо покупку на долгий период облигаций к примеру более 5 лет а краткосрочные то есть это 1-3 года потому что боятся инвестировать и потому что не знают что произойдет поэтому в нашем случае продукт который мы продвигаем на сегодняшний день это долгосрочные инвестиции он приобретает иной смысл так как это рождение новой инфраструктуры и после второй мировой войны экономика начала расшевеливаться и снова развиваться благодаря строительству именно транспортной и именно жилой инфраструктуры это все входит в мир технологии которую мы финансируем второе это падение уровня производства и кто-то это может сравнить с торговыми воинами но на самом деле торговые воины это средства манипуляций для поддержания игры на рынках если не будет игры на рынках и рынок будет стабилен то уже рецессия нагрянула бы потому что ничего не болит только у мертвого пациента мы не хотели бы чтобы экономика мировая омертвела и переживала какие-то онкологические заболевания но уже на самом деле прецеденты есть экономику необходимо лечить в том числе создавая новые уровни производства о котором сегодня говорят министры арабских эмиратов поэтому они на территории на территории научно-исследовательского парка технологий на территории которого находится научный инновационный центр той технологии в которую мы инвестируем транспорта над землей они задумываются о 3d печати о 3d печати различных стальных изделий о 3d печати домов о возобновлении производства и поэтому та технология в которую мы финансируем также будет производиться непосредственно уже в арабских эмиратах там будет полный цикл производства там будет обучение специалистов и это максимальная диверсификация потому что инженерную школу на мариной горке инженерную школу в минской в минске непосредственно в кб никто не отменял потому что никто не собирается перемещаться полностью куда-либо всегда будет сохраняться баланс и диверсификация в нашем случае производство будет развиваться как в арабских эмиратах так и продолжаться в республике беларусь и это замечательно это позволит нам также переживать рецессию ну и третье то что на самом деле как я и сказал не знает никто когда это произойдет но точно знает что рано или поздно это произойдет и какие выходы из этого и вот как раз по выходам из этого технологии компания которую мы инвестируем посредством конвертируемого займа является специалистом и главным консультантом в ООН это устойчивое долгосрочное развитие в стратегии до 2030 года это развитие и умных городов давайте рассмотрим те более чем 10 пунктов целей устойчивого развития возможно кто-то о них не знает и фактически все цели так или иначе опосредованно либо напрямую закрывает та инновация та технология которую сегодня мы финансируем и головная компания создает гендерное равенство я думаю что вы понимаете что это наша задача для того чтобы оповестить максимальное количество людей в условиях надвигающегося кризиса для того чтобы сохранить их средства хотя бы и в будущем потенциально приумножить и тем самым мы сократим разрыв между средним слоем сверх беднотой и самыми высшими слоями то есть те технологии которые вход будет абсолютно демократичным о нашем случае от 50 долларов гендерное равенство и вообще равенство людей позволит немного но стабилизировать ликвидация нищеты то что рождает новая технология рождает новые города рождает новый рабочий класс рождает новые рабочие места рождает новые проекты и соответственно многие люди будут заняты те люди которые сегодня обучаются в университетах они получат возможность работать по своим профессиям и зарабатывать деньги тем самым они не будут нищими ликвидация голода смотри проект гумус а если говорить про наших арабских коллег то это гидропонические различные проекты и я думаю что за гумусом они также хотя бы отчасти наблюдают и имеют информацию так как генеральный конструктор наверняка об этом с ними общался и более того технология гумуса создание плодородного слоя почвы позволит не просто благодаря над каким-то сельскохозяйственным технологиям искусственным развивать продукцию абсолютно естественно преобразить даже часть пустыни в абсолютно плодородные земли хорошее здоровье и благополучие это вообще цель и миссия компании которую мы финансируем качественное образование это исходит из того что создавая новую инженерную школу мы возвращаемся к истокам образования с ссср которая на минуточку сейчас начинает приниматься снова великими английскими университетами и генеральный конструктор возобновляя вот эту советскую школу создает истинно качественное как минимум техническое образование ну а кто хочет желает почитать про философию про психологию общественности то добро пожаловать на видеоблог генерального на блог на live journal генерального конструктора чистая вода и санитария внутри наших внутри путевой структуры той технологии которую мы инвестируем могут быть водопроводы газопроводы нефтепроводы и различные вообще виды коммуникации недорогая чистая энергия до 20 процентов создаваемой энергии мы сможем экономить и даже перепродавать перемещать опять же внутри средств коммуникации которые находятся внутри рельса на сегодняшний день современный транспорт не может это предоставить абсолютно достойная работа и экономический рост это связано напрямую с тем что создается объем потенциальный огромный объем будущих коммерческих адресных проектов и если говорить про инвестиции то сейчас проводятся переговоры подписывают специальные даже декларации министрами арабских эмиратов с теми финансовыми учреждениями более 50 финансовых учреждений уже подписали декларацию как в Абу-Даби так и в Дубае для того чтобы финансировать устойчивое развитие создаются специальные зеленые фонды на стоимостью более 27 с привлечением инвестиций более 27 миллиардов долларов и первый банк например Абу-Даби за предыдущие годы привлек более 10 миллиардов и инвестировал более 10 миллиардов в развитие инфраструктуры в логике и стратегии устойчивого развития ну и если говорить вообще про рынок который планирует охватить наши партнеры то это вообще сотни миллиардов долларов и даже если 5-10-15 процентов от этого рынка будет взят той отраслью которая создается с нуля сейчас генеральным конструктором это будут очень неплохие прибыли в виде дивидендов которые мы все с вами ожидаем а если быть точным то 130 миллиардов это потенциальный рынок возобновляемой возобновляемой технологии возобновляемой энергетики то есть то что касается той технологии которую мы инвестируем то электричество будет как вырабатываться так и создаваться вновь и снова отдаваться в сеть более 220 миллиардов это технологии мобильности логистики и транспорта связанными с умными городами это 80 миллиардов и то что касается производства проектирования это вообще 300 миллиардов долларов то что касается водных технологий это 120 миллиардов то что касается дигитализации и различных аспектов оцифровывания производства и вообще технологии это уже еще больше рынок это 200 миллиардов то есть посмотрите какие цифры и это цифры только одного государства первого государства с которым мы начали сотрудничать на высшем уровне это первые шаги которые могут продлиться и 5 и 7 лет зависит от дорожной карты адресных коммерческих проектов и от взаимовыгодного сотрудничества я в этом случае всегда могу привести пример IBM и Microsoft Microsoft более 5 лет рука об руку шли с IBM но как только они абсолютно на дружелюбных началах разошлись понимая то что сейчас рынок они могут развивать отдельно это произошло то же самое будет и с головной компанией когда это произойдет никто сейчас абсолютно не может предположить поставьте от 1 до 10 как вам вообще вот эти цифры потенциальных рынков которые охватывает в том числе инновация в которую на сегодняшний день мы инвестируем оговорился кстати возможно по умным городам почему-то очень пессимистичный на мой взгляд сценарий дан это всего лишь 80 миллиардов это мобильность логистика и транспорт видимо с приходом той технологии в которую мы инвестируем произойдет переосмысление как сказал один из руководителей американского университета при шарже на различных своих выступлениях и отрасли логистики и отрасли транспорта не только в логике арабских эмиратов но и в логике всего ближнего востока и вот это вот цифра потенциального рынка она вырастет неизвестно во сколько может быть в три раза может быть в пять раз а может быть вырастет еще больше но то что произойдет увеличение это я однозначно не сомневаюсь потому что рынок умных городов а в Абу-Даби кстати очень интересный новый искусственный остров развивается и возможно потенциальная и та технология куда мы инвестируем станет частью проекта потому что предварительно было обсуждение что высокоскоростной транспорт именно в Абу-Даби будет развиваться что касается той технологии в которую мы инвестируем более 25 километров чтобы показать уже скорости 500 километров в час и даже более конечно на муле и тролли пускай задают вопросы на все вопросы даже тролли в нашей официальной группе в контакте я всех кстати приглашаю в официальную группу в контакте именно skyway capital потому что там можно задавать вопросы по поводу инвестирования по поводу различных аспектов которые вы не спросите у головной компании и что касается главной группы facebook то главная группа facebook также имеет место быть я думаю что в будущем все ресурсы на всех языках будут размещены обязательно на социальных сетях на страничках skyway capital ну что продолжим по долгосрочным целям устойчивого развития это на самом деле наша стратегия также и наша идеология наша нематериальная в том числе мотивация на самом деле все менторы на сегодняшний день говорят что мотивации становится больше нематериальной инвестировать чем материальной индустриализация инновации инфраструктуры это точно против технологии которую мы финансируем это создание отрасли с нуля и создание нового транспортно-инфраструктурного кластера который в виде сети может растянуться по всей планете уменьшение неравенства я сказал ранее устойчивые города и населенные пункты я сказал рынок про умные города ответственное потребление и производство я неоднократно говорил про то что логика складов она будет уходить на мой взгляд в прошлое потому что будет создаваться та продукция как и в пищевой промышленности так и в текстильной так и в IT промышленности только под потребителя потому что внутри транснета будет создаваться заказ под заказчика будь то это небольшой заказчик например игрушка для ребенка либо крупный заказчик поставщик магазин к примеру в IT электронике может так произойти что склады уйдут в небытие это зависит от уровня мобильности это от уровня быстрого перемещения товаров внутри сети транснет без преград без пробок если это можно быстро переместить зачем создавать и производить с переизбытком мой вопрос к вам борьба с изменением климата это точно про ту технологию куда мы инвестируем потому что основная миссия это сохранение экологии и на любом типе топлива в отличие от других видов транспорта может создаваться наша технология и эти изменения могут происходить постепенно но уже идет подготовка в том числе использование биотоплива в том числе использование природного газа метана и так далее и тому подобное сохранение морских экосистем без всяких вредных влияний будет даже при проложенном пути под водой создаваться инфраструктура той технологии которую мы инвестируем потому что основное это сохранение природы и в том числе морских экосистем экосистемы суши это минимальный землетвод это нет эффекта плотины где левая часть либо правая заболоченная другая наоборот засушливая это не нарушение жизни популяции животных это отсутствие вредного воздействия волн и я бы рекомендовал даже 5G использовать внутри транснета в четко защищенных каких-то корпусах кластерах потому что недавние исследования не то что исследования эксперименты в одном в одной из европейских стран показали к сожалению такой негативный опыт что в парке были установлены вышки 5G и все скворцы были мертвы на следующий день быстренько эту новость всю свернули в парк запретили ходить но факт остается фактом почему это произошло потому что длина волн примерно соответствовала размеру тела скворца и да мы как люди побольше скворцов будем но вредное влияние оно не исключено поэтому его нужно если не исключить то минимизировать и внутри транснет это абсолютно возможно мир правосудие эффективные институты это возможно будет следовать из той блокчейн инфраструктуры которая создается сейчас и партнерство в интересах устойчивого развития это только про технологию потому что будут создаваться различные кластеры будут создаваться различные хабы и на территории американского университета в одном из выступлений кстати выступление на TED Talks кто здесь молодежь присутствует поставьте плюсики кто знает что такое TED Talks я думаю это очень крутое мероприятие и наши стратегические партнеры там выступали и говорили про то как раз для студентов для подрастающего поколения для профессоров в том числе что на территории американского университета и вообще на территории SRTI парк будет создана региональное представительство ООН даже по взаимодействию и по поиску лучших инноваций и на самом деле вот United Nations Innovations Lab нам позволит в том числе и не выходя из научного мирового инновационного центра содействовать и взаимодействовать с абсолютно различными государствами начиная от Европы до Малайзии заканчивая Африкой Австралией и другими государствами то есть не гора будет не Магомед будет идти горе а гора к Магомеду как говорится и это замечательно это божья милостынь на самом деле и об этом тоже наши стратегические партнеры говорили очень приятно когда произносятся такие вещи такие слова самое главное переформатирование переосмысление целых отраслей логистики и транспорта с применением той технологии в которую мы инвестируем ну что достаточно вам аргументов вообще и картинки для того чтобы показать тот объем и тот потенциал рынка который создается той технологии на которую мы сегодня делаем упор в качестве привнесения своих инвестиций и уже на территории арабских эмиратов в виде трехсот килограммового памятника было установлено кое-что что говорит о нулевом километре уже не сети не технологии транспорта над землей который мы развиваем но нулевой километр сети транснет можно говорить открыто и это сеть которая на мой взгляд будет дополнением к интернету естественно не заменит интернет но интернет наоборот войдет в сеть транснет и наконец-то появится мир интернет вещей в совокупности с миром транснет вещей потому что абсолютно будут другие скорости абсолютно будет безопасность другая для животных для человека даже когда будет применяться 5G и даже когда будет применяться 6G это великое событие которое произошло в декабре этого года и этому невозможно не радоваться я на самом деле очень рад и очень жаль что я не передал эту новость нашим индонезийским партнерам плавно перехожу к своей поездке в Индонезии это была первая индонезийская конференция именно такая открытая они конечно подготовились с учетом прошлого бренда и лицо было генерального конструкта мы это не скрываем они этого не знали как об этом можно было знать и готовясь за три месяца заранее зал был абсолютно полный более чем двух сотен людей а именно 240 примерно людей присутствовали различные профессора различные представители бизнеса переводчик очень сильно заинтересовал все новые люди которые были на конференции очень сильно заинтересовались и более того их заинтересовала сильнее часть та которая я говорил про инвестиционные тренды 2019 года это говорит о том что с условием ребрендинга с условием возможно каких-то ограничений упоминания в социальных сетях той технологии которую мы инвестируем ничего не меняется потому что будоражит сознание больше то что создается будущее с помощью той технологии в которую мы инвестируем то что это один из основных инвестиционных трендов которые позволят сохранить средства в виде экономической финансовой тихой гавани и это волнует людей на сегодняшний день а не преднапряженные конструкции какие-то технические аспекты либо неквалифицирован некомпетентное представление технологии на территории различных стран у различных чиновников это строго настрого навсегда сегодня запрещено делать и вот тем брестским энтузиастам которые даже в СМИ умудрялись свои какие-то предположения о финансировании проекта размещать но это полная самодеятельность и это 2014 год в который мы уже не вернемся и который не вернуть мы будем только расти над собой и достигать новых грани и высот почему Индонезия ранее была предпринята в виде попытки стратегии развития вы посмотрите на эти массивные конструкции и вот как раз представлена одна из новых линий метро который два года назад я насколько знаю не мог видеть но будут абсолютно те же проблемы с которыми столкнулись при открытии московского кольца то есть два две кольцевых линии насколько я знаю появились они официально открылись за 15 дней был тот поток людей семь с половиной миллионов людей уже даже сейчас и больше что ожидали через два месяца это произошло за 15 дней потому что никто не может предположить насколько огромный поток людей хлынет в эту действительно сеть канал нового транспортного сообщения повышающего мобильность потому что люди ценят мобильность люди готовы платить за мобильность и представьте насколько экономический финансовый инвестиционный потенциал исходя из этого аспекта ну и справа видна дорога подвижного состава ведущего уже в аэропорт в новый терминал я заметил что очень сильно поменялось Джакарта в лучшую сторону стало чище стало еще более богатой в плане строительства новых зданий инфраструктуры и не исключено что через лет пять снова технология и компания которую мы инвестируем которые любезно предоставляем наши займы в обмен на доли снова придет и будет активно развиваться и для этого я хотел бы привести вам пример той компании которая родилась в логике современных трендов которые необходимы для повышения мобильности вообще в индонезии берут даже в кредит и платят пол жизни некоторые кто живет под мостом например они живут под мостом но у них есть мотоцикл в кредит берут это транспортное средство но у многих нет возможности либо необходимости желания пользоваться даже мотоциклом и поэтому появилась компания гоу джек не появился убер а появилась компания гоу джек расшифровывается как гоу иди о джек это все виды транспорта и все виды перемещения с индонезийского замечательное маркетинговое название считаю и намного поинтереснее даже звучит чем убер и компания пришла на рынок именно максимальной мобильности для своих жителей и начала использовать именно перемещение на мотоциклах и гоу джек быстро заполонил рынок на всей территории индонезии и сейчас это очень серьезный оператор в логике как раз таки средней мобильности и в логике уже средней автоматизации потому что есть и приложение можно вызвать но я сталкивался не раз с тем фактом что к сожалению отменяли заказы в различных моих поездках на убере гоу джек кстати я не пользовался надо будет попользоваться я думаю что они соблюдают качество и отслеживают свою систему отмены заказов так как ценят потребители и появился конкурент также с малайзии и все они ориентированы были вначале не на автомобиле но на мотоциклы и как только этот рынок был занят только далее началось начался охват перевозки продуктов питания перевозки каких-то товаров и той и другой компании они между собой конкурируют убер очень слабо представлен на рынке и то же самое я могу сказать и той технологии о компании куда мы сейчас инвестируем вначале будут охвачены те сектора которые сейчас имеют коммерческую обоснованность это перевозка контейнеров это пассажирские перевозки как в малых количествах так и в больших количествах это грузовые перевозки так как опять же министры говорили на недавних выступлениях своих министры арабских эмиратах то что арабские эмираты призваны стать связующим звеном и каналом между мировыми торговыми путями потому что старый шелковый путь устаревает и никто не знает каким будет новый торговый путь но то что торговый путь видоизменится так как появится инфраструктура которая позволит перемещаться и под водой и над горами и над реками и над лесами и над болотами это однозначно поэтому в виде оператора эта технология куда мы инвестируем придет в начале в арабские страны так как это первоначальная площадка для развития и дальше либо содействие наших стратегических партнеров через различные хабы взаимодействия с оон напоминаю что головная компания и закрытое акционерное общество находящееся в Минске является консультантами и специалистами по программам устойчивого развития созданию умных городов поэтому с оон будет разговор очень простой и на очень короткой ноге можно будет получить вход доступ в абсолютно любые министерства и представьте насколько будет простым доступ когда технология будет уже опробована обкатана и самое главное сертифицирована так как на территории арабских эмиратов будет происходить и сертификация технологии и поэтому это та технология которая призвана сохранить мир для будущих поколений об этом сейчас говорят даже учителя физики я не буду уже приводить примеры их суждения но мне понравилось очень высказывание и предложение женщины справа которая сказала можно мы будем приводить как учителя физики пуховичского района время от время к вам на тестовые участки наших детей потому что мы фактически им об этом и рассказываем и они согласны несколько пропагандировать технологии потому что это то будущее альтернатив которому никто на сегодняшний день сегодня не создает и в это будущее будут играть даже дети уже конструктора создаются и я думаю что игрушки появятся и также игрушки в компьютерной индустрии уже блокчейн индустрии появятся это было одно из направлений которое мы планировали при развитии платформы кто знает может быть и реализуем в будущем но на сегодняшний день полный фокус на привлечение инвестиций на развитие 14 этапа на сегодняшний день мы находимся на 14.1 сколько будет подэтапов никто не знает но по опыту прошлого этапа их будет не менее трех и вы находитесь здесь посмотрите на эту картинку передайте другу передайте тем кто верит кто не верит и пусть они подумают еще раз они пожертвовать ли какую-то инвестицию которая будет абсолютно комфортно для них в ту технологию которая сформирует новую отрасль с нуля и тот огромный многомиллиардный я не побоюсь этого слова триллионный рынок о котором я вскользь упоминал на своем вебинаре поэтому получите долю в компании которая навсегда изменит индустрию транспорта и инвестировать может абсолютно каждый уже несколько устаревшие думаю информацию более четырехсот тысяч инвесторов из двухсот десяти стран мира их уже больше и стран больше и даже там где сейчас несколько инвесторов я думаю что в 2020 году при помощи тех ресурсов и тех стратегий которые мы наметили мы достигнем сотен тысяч десяток тысяч дабы мы знаем как это делать поэтому благодарю вас за внимание в следующем году стратегия skyway capital будет расширяться но об этом мы уже поговорим в 2020 году с наступающими вас праздниками здоровья благополучия вашим семьям вашим родным близким но богатство мы создаем себе сами кто-то приобретая рассрочки кто-то инвестируя кто-то диверсифицируя инвестиции потому что диверсифицировать очень важно я бы приберег еще инвестиции на следующее направление того мира эко мира который создается с помощью технологии в которую мы инвестируем ну что друзья как вам эксперимент от 1 до 10 поставьте либо какие-то восклицания фразы как можно донести информацию о технологии которую мы инвестируем без визуализации без упоминания даже генерального конструктора это самый экстремальный случай можно конечно упоминать и можно делать репосты в социальных сетях если вы оставляете комментарии не вредящие репутации лучше делайте просто репосты и говорите в кулуарах говорите между собой не говорите на публичные пространства в том в чем вы не уверены что это не повредит репутацию потому что сегодня мы участвуем в большой игре и в ней мы обязательно победим ну а теперь вопросы уходящие вопросы уже в уходящем 2019 и 2020 я думаю будет еще больше вопросов потому что будет еще больше а Алексей будет выступление генерального директора до нового года я искренне на это надеюсь дмитрий но точно сказать не могу так как не обладая информацией но до нового года возможно появятся те оповещения которые ждут люди по поводу чего не скажу так еще все прежние видео с символикой именами тоже нужно удалить со своих youtube каналов друзья не воспринимайте это все прямо вот радикально пожалуйста перечитайте еще раз освещение и официальное обращение к инвесторам мы обязательно будем это все разжевывать на следующих вебинарах если вы как-то видоизменяли видео к примеру добавили там что тысячи процентов прибыли как знаете в индонезии я сказал что вы будете миллиардерами там и так далее многие люди вам это обещают не стоит этого делать и самый прикол то что переводчик это один из инвесторов тоже его опыт перевода был он перевел как не миллиардеры а триллионеры представьте насколько идет искажение информации от официальных источников и до того человека которому вы доносите через одного через двух через трех людей и очень нужно быть осторожным управлять репутацией репутации как компании skyway capital так и своей личной не нужно обещать золотых гор они обязательно будут но они могут быть потенциально нельзя о них говорить и гарантировать подруга хочет принести фото юнибуса на корпоративе можно если будет ссылка на официальные источники то есть распечатайте фотографию но в идеале будет если вы вставите ссылку с того источника откуда вы взяли эту фотографию с официального ресурса компании ничего удалять не нужно повторюсь с ютуба если это не порочит репутацию компании хотя бы потенциально если это не видоизмененное видео не нужно чистить всю информацию опять же если вы не добавляли каких-то комментариев что вход корневую например будет закрыт в следующем месяце да это вредит репутации да это этот пост нужно будет удалить не воспринимайте все буквально будем участвовать на выставке германии 2020 на инотрансе я думаю что по традиции будем так еще вопросы когда будет обратный выкуп вот об этой новости я вскользь упомянул новости по токенам я знаю что продолжается подготовка юридической уже схемы потому что ввиду истории по telegram open network по libri и другим гигантам современной IT индустрии которые хотят зайти в криптоиндустрию нужно учитывать опыт и подготовить максимально юридическую схему в 2020 году я думаю что услышим новости по этому направлению так по токенам то же самое еще вопросы один два вопроса даже могу ответить на три вопроса так как все таки предновогодний вебинар и мы будем заканчивать а в конце вебинара я включу как раз таки интервью Брайана Трейси чтобы это было и в записи и те кто не видел его посмотрели так друзья вопросы замечательная цитата Валентины Поляковой фокусом своего внимания мы творим свою реальность супер благодарю ну вопросов тогда нет я вас поздравляю с наступающими праздниками до скорых встреч в новом году он будет непростым но он еще будет более положительным для нас и более результативным в этом я уверен результат создаем мы в том числе сами и своими декабря 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 в москве прошел международный форум в области личных инвестиций и private хедлайнерами встречи стали лидирующие эксперты в сфере бизнеса Андрей Мовчан и Брайан Трейси Skyway Capital на форуме представил член правления компании Алексей Суходоев в своем выступлении он рассказал об истории Skyway и о том как важна репутация компании для привлечения инвестиций презентация технологии Skyway также проходила на стенде с VR станцией с помощью виртуальной реальности все желающие смогли побывать в белорусском центре испытаний ЭкоТехноПарк и увидеть технологии Skyway в действии Skyway Capital третий раз становится участником в Private Money все это время компания продолжает сотрудничать с главным организатором события Академией Брайана Трейси Брайан Трейси помог миллионам компании и предпринимателей развить свой бизнес он является выдающимся примером высокоэффективного и финансово успешного человека который сам создал свой капитал с ноля Брайан входит в топ-20 тренеров мирового уровня на его книгах и семинарах выросли миллионы предпринимателей и компаний по всему миру в этом году руководитель по развитию краудфандинговой платформы Skyway Capital Евгений Кудряшов представил технологию Skyway лично Брайану Трейси в интервью для Skyway Capital знаменитый бизнесмен рассказал о том как безопасно работать с партнерами и почему важны инновации в современном транспорте представляем вашему вниманию интервью Брайана Трейси и Евгения Кудряшова а уникальность а уникальность этой транспортной системы заключается в том что она экономичнее экологичнее и эффективнее любой существующей в мире на текущий момент транспортной системы это это элементов конструкции он самый высокопоставленный человек был в Дубае он как бог у него больше всего власти это ваша или сэмпл это ваша тестовая площадка да это тестовая площадка полигон который называется экотехнопарк где представлено на сегодняшний день порядка 6 путевых структур вообще в принципе на сегодняшний момент задумано порядка 11 транспортных средств 4 из которых уже сертифицированы и в этих 4 трех транспортных средствах уже прокатились наши вообще инвесторы и сторонники этого проекта вот один из моих вопросов которые я бы хотел задать Брайану Брайан скажите вот как вы считаете насколько вообще актуальна тема нового транспорта во всем мире вот в том городе допустим где вы живете и вообще в целом имеет в том числе требует на пsimене просто что каждый хочет трех вещей он хочет чтобы все вещи в жизни доставались быстро чтобы они были дешевы и чтобы это было легко Если у вас есть транспортная система, которая удовлетворяет этим трем требованиям, то для нее обязательно найдется место в каждом крупном городе. Практически каждую неделю выходит статья о проблемах с транспортом в крупных городах. Я живу в Сан-Диего, в Калифорнии. Там постоянно выходят статьи о том, как люди могли бы перемещаться с местного места быстрее и проще. Мне кажется, самое важное – это является ли более экономически эффективным использовать эту систему, а не какую-то другую? Могут ли люди, например, не въезжая в город, запарковать машину и перемещаться с помощью вашей транспортной системы к себе на работу? В бизнесе мы обычно говорим, такую поговорку используем – сделайте для вашего заказчика покупку простой. Поэтому, если это система, которой просто пользоваться, и это недорого стоит, вы будете очень успешны. Вы рассказывали о ваших партнерах, которые непорядочно с вами поступили однажды, когда вы предлагали систему обучения. То же самое происходило, по аналогии, можно сказать, и с создателем этой струнной транспортной системы, Анатолием Эдуардовичем Юницким. На протяжении долгих лет у него были очень много неудач, которые приводили к тому, что партнеры хотели себе забрать все. И у меня такой вопрос. Скажите, как стоит поступать вообще с этими неудачами, когда они происходят? И ваш совет, топ-3 таких позиций, которые бы вы могли порекомендовать юным инноваторам, людям, которые хотят этому миру привнести какую-то очень нужную инновацию. Что бы вы им порекомендовали? Что бы вы им посоветовали? Самая важная вещь – это иметь очень четко прописанные контракты с самого начала. Таким образом, что бы нельзя было как-то срезать углы и изменить условия контракта. Очень важно, чтобы у вас было что-то одно – либо полное владение, либо контроль над технологией. Если вы владеете технологией, люди должны платить вам за то, чтобы ею пользоваться. Если вы контролируете технологию с помощью патентов или авторского права, люди должны вам платить для того, чтобы ее пользоваться. Таким образом, вы должны работать в рамках государственной системы, которая защищает людей от нечестных преступлений. Таким образом, вы не имеете в опасность, что кто-то украдет у вас технологию, будет меньше. А помимо этого, для тех людей, у которых только есть такая задумка, что-то реализовать, что бы могли им порекомендовать? Ну, все, что касается IP и технологии, все, что касается IP и технологии, это связано с владельцем. Как мы уже сказали, владельцем, контролем, правительные права, правительные контракты, правительные договоры, чтобы вы защищены. Как я уже сказал, все, что связано с технологиями, безусловно, стоит защищать, окружать контрактами, владеть этим, контролировать. И затем, главный шаг, который нужно предпринять, это продавать, даже. Люди всегда ищут более простых и быстрых способов получить прибыль. Но, на самом деле, есть только один способ заработать на этом, это строить такие системы и внедрять их в разные города по всему миру. В Соединенных Штатах у нас очень строгие законы в отношении патентов и церковных знаков. И практически невозможно их нарушить. Поэтому все достаточно хорошо защищены. То же самое в Японии. Законы, защищающие технологии, очень сильные. Таким образом, люди могут посвятить все свое время продаже этих технологий, для того, чтобы зарабатывать. Потому что закон защищает их от того, чтобы их обворовали или неправильно воспользовались. И так же в Сингапуре, или в Англии, или в Германии. У них очень хорошие законы для защиты разработчиков новых технологий. И каждая из этих стран очень уважает законы других стран. Брайан, скажите, пожалуйста, вот еще. У нас так сложилось, что люди, которые поддерживают данный проект, это возраст людей от сорока и более лет. То есть они понимают, что транспорт экологичный, экологичный. И они понимают его ценность. Вот как вы думаете, что было бы мотивацией для более раннего, точнее, более позднего поколения, для людей, которым сегодня 20-25 лет. Что бы могло их мотивировать, вообще поддерживать этот проект? Каждый человек в любом возрасте хочет одного и того же. Любой продукт или услуга должны быть просты, удобны, дешевы. Ими должно быть просто, удобно пользоваться и получать преимущества от их использования. Мы говорим быстрее, лучше, дешевле, проще. И это привлекает все возрастные аудитории. Я благодарю вас за ответы на эти вопросы, благодарю за то, что вы выслушали. Для меня это событие, наверное, сегодня одно из таких главных, которое было за мои 35 лет. У меня была сегодня маленькая мечта. Спасибо вам огромное. И я желаю вам огромного успеха с вашим брэком. Вот, мы сделаем этот транспорт и вы еще прокатитесь на нем. Мы сделаем это событие, и вы будете нашим пассенджером. Спасибо. Я надеюсь, что вы будете в вашем пассенджере. Спасибо. Жду с нетерпением возможности прокатиться. Спасибо. Вы сами можете посетить Эко-технопарк Skyway 360 градусов прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании под видео и узнать больше о техниках.